Некоторые постоянно говорят, что их телевизор достаточно яркий и нет необходимости в ярких телевизорах, или что нужно носить солнечные очки, чтобы смотреть телевизор с большим количеством нит, так как он слишком яркий. В этом видео я собираюсь измерить максимальную яркость нескольких объектов в реальном мире, чтобы дать вам некоторые представления об этом. Это ярко мер Konica Minolta LS100, и мы собираемся измерить ниты некоторых объектов, которые сможем найти в моем саду на заднем дворе. Сегодня не солнечный день, есть чутка солнце, но оно не слепительно яркая, в отличие от Флориды или Дубая. Так что давайте начнем с того, что пройдемся и направим яркомер на один из наиболее отражающих объектов, которые я смогу здесь найти. Итак, это металлический светильник, и если я включу яркомер, а затем направлю его на объект, на отражение, а затем попытаюсь провести баринькое измерение, то вы увидите, что здесь 2800 нит. окей. А затем то, что я собираюсь сделать, это пройти сюда и направить яркомер на колокольчик. Я даже не уверен, что попал в нужное место, как это постоянно случается. И тут 3300 нит. окей. А затем попробую пройти вот здесь и замерить вот эти вот цветочки. Они даже не отражают свет, но просто ради измерения мы измерим ниты на них. И вы можете увидеть тут в легкую 530 нит. Далее если посмотреть сюда, тут имеются несколько блестящих подвесок, замеряем любую из них, нажимаю кнопочку, и 1800 нит. Ладненько. Сейчас попробую пройти вот в эту вот часть сада, на которую не попадает прямой солнечный свет, и давайте быстро измерим отражение на дверной ручке. Запросто 2000 нит. Да? Такс. Давайте попытаемся замерить траву вот здесь. Но, блин, солнце немного выглянуло. Так что мы пройдемся сюда в тень, измерим траву здесь. 342 нита. И чтобы показать вам, что яркомер не сломан, и что он не дает нам неверных показаний, я проткну этим инструментом вот этот вот куст. Быстрый замер, и он составляет 13 нит. То, по большому счету, довольно таки темно для открытого сада. Итак, вас удивили эти цифры? Сообщите нам об этом в комментариях внизу. Надеюсь, это небольшое мероприятие продемонстрировало, что пиковая яркость современных потребительских телевизоров, таких как OLED или QLED, даже близко не смогут воспроизвести полный динамический диапазон в реальной жизни. И то, что телевизор с большим количеством нит, совсем не означает, что весь экран будет очень ярким. Просто небольшие пятна или отраженные блики могут сверкать таким образом, что придадут большей реалистичности впечатлениям от HDR-просмотра. Для просмотра других видеороликов от Винсента, кликайте на этот плейлист, и увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова